Прием-прием, здарова всем, с вами Хилл Хёрдс, это у нас с вами будет видос с расставлением боссов по тирам, в общем-то все боссы Dark Souls 2, Solar of the First Sin и плюс дополнение, насколько я помню, единственный пак нашел с подписями на сайте Тирмейкера, если что ссылка на этот пак возможно будет в описании, возможно да, возможно нет, возможно фиг его знает Я хочу попробовать, возможно вам такое зайдет, и это будет весело, здорово и интересно, давайте же наверное потихоньку пытаться что ли разбираться, они как-то здесь все так перепутаны, ну я думаю рано или поздно у нас получится прийти к чему-то Ну а перед самым началом просмотра я бы хотел вам порекомендовать канал Raven of Storm, если вам нравятся ламповые атмосферные прохождения, то этот мужчина придется вам по душе, давайте поддержим автора канала, ему будет очень приятно, ссылка будет разумеется в описании Давайте я буду наверное выбирать их так глазами, вот Persever, на мой скромный взгляд, охренительный босс По рангам я думаю понятно, супер, хорошо, супер плохо Почему Persever преследователь восхитительный босс, потому что он в самом начале игры, когда я делал свое первое прохождение, для меня он показался невероятно сложным Как только ты немножко прокачиваешься, либо немножко заучиваешь его мувсет, он становится настолько простым и легким боссом, что ты просто в шоке, блин такой Как же я на нем мог так страдать? Наверное то, как нужно делать боссов Учитывая, что в Solar of the First Sin он стал несколько раз появляться потом по локациям, это уже совершенно другой вопрос Но в целом мне такая схема тоже нравится, потому что он теперь полностью, скажем так, оправдывает свое название, преследователь Восхитительный босс, наверное, ну наверное один из самых, вообще самых-самых топовых Так, давайте смотреть за там, следующих, последний гигант Ну, поставлю наверное сюда, то есть грубо говоря, раз, два, три, на четвертое место Почему? Потому что он достаточно простой в плане мувсета, достаточно легкий, даже когда ты в первый раз или во второй раз проходишь игру Он у тебя сложностей не вызывает Незапоминающийся, какой-то обрубок, какой-то серый, какой-то стрёмный, страшный Не знаю, если взять пример любых других частей Dark Souls'а Там клёвые, либо гундир, либо демон-прибежище, охренительные боссы, которые ты такой, вау А чё, серьёзно, так можно было? Опять же, второй Dark Souls, он немножечко, ты можешь пойти либо в Башню Хейда, либо в Лес Гигантов И первый босс у тебя может быть совершенно рандомным Но, тем не менее, моя позиция такова, вы, разумеется, можете спорить, опровергать меня в комментариях Будет весело, здорово, здорово с вами подискутировать Так, затем Aldia, Serolon, то есть не по... Как же странно сделано Вот этот демон алчности, это просто Кал, Кал Петрович Почему? Потому что он бесполезный, это не босс, это просто какой-то жирный, сложный, толстый противник Есть у него прикольная атака, когда он глотает полностью персонажа, потом воплёвывает его без брони Это интересно, необычно Но в целом, не знаю, огромная, огромная колообразная масса Опять же, я не люблю огромных гигантских боссов, которые непонятный хитбокс имеют Вот же, вот эта масса, которая наносит урон, перекатывается Ну вообще, типа, если бы его убрали, игра бы ничего не потеряла, наверное, на мой скромный взгляд Давайте дальше Лорды скелетов? Если честно, я поставлю их даже сюда Подожди, это которые превращаются Здесь очень всё шакальное такое, маленькое, не могу Можно как-то открыть, видимо, нельзя Ну почему поставлю посерединке? Потому что достаточно интересная концепция Босс-матрёшка, убиваешь одного, получается, множество Наверное, если не знать схему победы над боссом То если завалить сразу всех главных скелетов, то ты прям по щам сильно получишь Так что, босс, который даже требует какой-то сноровки и какой-то тактики для победы над ним Интересно Что ещё про него сказать? Что, в принципе, наверное, в зависимости от того, какой путь прохождения игры ты выберешь От этого будет много зависеть Потому что если ты придёшь непрокаченным, будет тяжело Придёшь более прокаченным, станет гораздо легче Ну, в принципе, как и с любыми другими боссами Так, давайте, наверное, дальше Гьянт Лорд Ну это в конце А его я, наверное, давайте сюда тоже запихнём По сосны, как по мне Почему? Потому что Я не знаю Когда я проходил, он мне ничем не запомнился Потом он имеет какие-то невнятные атаки Он в какой-то узенькой локации Я люблю, когда у босса есть хотя бы какая-то территория На которой он может, скажем так, перемещаться Ну и в целом Не знаю, вообще Никаких эмоций мне не вызвало Возможно, потому что он из рода гигантов Но это уже совсем другая, как говорится, история Так Роттон Это этот Алдайвенкин Нашандра Скорпион Нашка Драгонрайдер Так, давайте Драгонрайдера найдём Калового монстра Сейчас найдём Сейчас, сейчас, сейчас Дюкс Дир Фрея Офигеть она на английском называется Вот, Драгонрайдер В целом, наверное, впихну сюда Потому что Он является прям супер тоже необязательным Хотя как же необязательным Он проход закрывает Он очень Просто по мувсету У него прикол Хотя нет Давайте, знаете, наверное, посерединке Почему? Потому что у него есть Интересная локация То есть Под выпертом Если позволите Когда ты можешь рычагами сделать больше Либо меньше Плюс его можно скипнуть А в остальном Просто простейший босс Который Который, наверное, ни у кого не вызывает проблем Давайте же дальше Теперь я бы хотел попробовать найти Орнштейна Драконоборца Но я почему-то его не вижу в глаза Потому что так, на самом деле Будет гораздо проще двигаться Вот Старый Драгонслайер Поставлю ли я его на А Или вот Либо между этим местом Либо между этим местом Наверное, посерединке Почему? Потому что он Если честно Наверное, только потому что Хочу отдать ему дань уважения С первой части На мой Такой вот взгляд Много разных атак Он достаточно плотный В его переиздании стал То есть у него Гораздо больше хп Чем раньше стало И Да в целом прикольный Интересный босс Есть темные атаки Наверное Наверное, пусть будет здесь Давайте двигаться потихоньку дальше Гибкий часовой А вы знаете Вот При всем при том Поставлю его сюда Почему? Потому что Очень интересная локация Ты в трюме лодки находишься Ну простите, если я неправильно употребляю трюм Не трюм я Не кораблестроитель, к сожалению Вот Интересная механика С, скажем так Боем То есть тебя затапливает водой Это раз А во-вторых Он сам клевый У него два тела Грубо говоря Разные атаки Привыкни к одной Привыкни к другой Закончит он атаку Не закончит атаку Продолжит анимацию Просто восхитительный Восхитительный противник И плюс Опять же Ну не знаю Как по мне Он невероятное впечатление оставил Конечно не такой клевый Как Персюр Но тем не менее Очень крутой Так что ему лайк Определенно Вот даже не знаю Вот Стражи руин Столько кровушки В начале Когда я первое Своё прохождение Делал Попили твари Падлы Человеки Наверное Поставлю Вот Либо сюда Либо сюда Клёвый босс Очень понравился Наверное Даже поставлю Потому что Достаточно Сложный Когда ты не понимаешь Что делать А когда понимаешь Что делать В принципе Легко разваливается Или опять же Если ты знаешь Какие то страдки Например Дубинки Супер силовой билд Офигительный противник Который Является Наверное Таким же Камнем преткновения Как и Преследователь В начале игры То есть Если ты приходишь Не прокачанный И не знаешь Что делать Ты просто Огребаешь Столько Сколько Можешь Охренительный Босс Нравится Давайте Миту Миту Наверное Я запихну Сюда Потому что Она мне Мог бы Поставить Сюда Потому что Там есть Клёвая Арена Интересная Но запихну Сюда Потому что Она мне Не нравится Как Не знаю Просто Какая-то Личная Неприязнь Извините Пожалуйста Змеи Люди Без головы Если вдруг Я Как это Осадил Ваши Чувства Я не Созла В остальном Интересный Босс Интересная Концепция С локацией То что Как это Ее локация Заспавлена Ядом Заполнена Ядом Она лечится В яде Интересно И этого Можно избежать Прикольно Прикольно Сложный Босс Душный Неприятный Есть Огромный Урон С атаки С хвоста Есть Магия Не зацепил Вот Визуальным Скажем так Стилем К сожалению Поэтому Поставлю Посерединке Так Боец Корресиной Гвардии По моему Слушайте Ну на самом Деле Я Давайте Я наверное Объясню Свою позицию Поставлю Сюда Я вообще Не фанат Когда Ты дерешься С противником И у него Есть какие-то Подсосы Страшные Звуки Я просто Презираю Это на самом Деле Но Почему-то Вот Мне сама Локация Нравится Когда ты Дерешься С этим Боссом Очень клево Все реализовано Опять же Даже Не смущает Огромное Количество Маленьких Крыс Плюс Есть Специальные Заклинания Которые Этих Полых Крыс Без проблем Убивают В целом Лично Мне Этот босс Очень нравится Опять же Многие Его Хейтят Многие Его Ненавидят Но Я Прям Восхищенным Если честно Прикольный Ну Опять же Если ты Приходишь Немножко Перекаченным Ты просто Шотаешь Его И не Замечаешь Не можешь А это Короче Маг На пути В Бухту Тессалдора Наверное Кину сюда Объясню Свою позицию Визуально Не понравилась Локация Где ты Встречаешь Этого Босса Мне Не нравятся Боссы Которые Являются Вот знаете Как Получается Вот Вот этот Ковенантский Демон Потому что Он как бы На половине Локации Вот этот Мне тоже Не нравится Ну и Маги Какие-то Неприятные Вот эти Ползины По которым Хрен попадешь Нужно Специальное Оружие Подбирать Такое себе Плюс еще Там лечатся Плюс еще Магии Колдует Короче Вообще Не самый Приятный Босс Возможно Кто-то Поставит Его Выше Либо Ниже А мы С вами Двинемся Дальше Вендрик Я Запихну Его Сюда Постараюсь Объяснить Свою Позицию Хотя Наверное Было бы Справедливо Его Запихнуть Сюда Но я Запихну Его сюда Объясню У него Из плюсов Это интересная Механика То есть У него Огромное Гигантское Количество ХП Которое Необходимо Снижать Путем Получения Душ Это раз Это плюс Потом Второе Офигенный Саунд На локации Потом Лор У этого Босса Охрененный Из минусов Мне совершенно Не нравится Локация Где он Находится Мне Не нравится Его Очень Скажем так Скудный Мувсет То есть Буквально Несколько Атак И еще Мне Очень Не нравится Что фхп Ты должен Очень Долго С ним Биться И идеально С ним Биться Не дай бог Ты чуть-чуть Завтыкаешь Получишь По лицу И это Почти Ну Ваншот Если вдруг Не ваншот То со второго Хита Тебя точно Добьют Поэтому Не нравится Данный Босс В целом Он Олрайт Давайте Двигаться Дальше Грешница Грешница Наверное Вот сюда Или сюда Давайте Сюда Почему Потому что Она Прикольная Она Великий Она Давайте Буду честен Она Невероятно Сложна Когда Я первый раз Проходил Дарк Солс Второй Я прям Страдал На ней Опять же Есть интересная Механика Можешь Поджечь Лок Цели Не слетает Восхитительно И на Нью Геймплюс У нее Есть еще Два Пироманта Это Вообще Охренеть Сколько Дополнительных Механик У великого Босса Круто Здорово Великолепно Задорно Локация Нравится Где Находится Босс Ну И на Сама Арена Мувсет Прикольный Разнообразный Со Щитом Хрен Пройдешь Она Выбивает Стамину Только Так Так Что Наверное Будет В этом Месте Стоять Расплавленный Демон Его Многие Ненавидят Но Я Поставлю Его Сюда Постараюсь Объяснить Свою Позицию Он Как И Вот Этот Босс Как Вот Этот Босс Находится Как Б Посерединке Он Возгорается Загорается Потом Очень Непонятные Анимации Атаки Прям Ну Просто Пушкой На самом деле Он очень Сложный Имеющий Огромное Количество ХП Если Вы Проходите С огненным Мечом Вы Фиг Что Пройдете Фиг Что Сделаете Так Что В общем И Целом Просто All right Братишка Ты Очень Клевый Будешь Стоять Здесь Давайте Дальше Колесница Палача Это На самом деле Ну Опять же Это мой Террилист Так что Я буду Расставлять Так Как Я хочу Поставлю Сюда Но С оговорками Клевая Механика Боя Уникальная То есть Тебе Нужно Пройти В одну Сторону Сбить Забор Чтобы Выпала Лошадь Либо Настрелять Ее Ядовитыми Стрелами Это Прикольно Интересно У меня Прям Знаете Вот Заходишь На эту Локацию Какой-то Тильт Ловишь Вот Просто Не Хочется Краски Жизни Пропадают Как будто Демендор Тебя Засосал Вот Не знаю Почему Такое Впечатление Ощущение Возможно Наоборот Геймдизайнер Молодец То что Смог Добиться Такого Эффекта Но Конкретно Мне Босс Не нравится Вот Ну Какой-то Он Неприятный Прям Отвращение Вызывает Ну Опять же Убивать Коняшек Не круто Не круто Коняшки Должны Жить Пусть Пусть И Пропитанные Тьмой Но Тем Менее Я Надеюсь Хотя бы Немножко Объяснил Свою Позицию Давайте Дальше Твин Драгонрайдер Два Драгонрайдера В целом Я Вот Опять же Насколько Этот В принципе Олрайд Эти двое Тем более Для меня Олрайд Они Вдвоем Защищают Проход Да Почему бы И нет Какая разница Что этот был простой Что эти двое Достаточно простые Хотя вдвоем Гораздо сложнее С ними сражаться Потому что Орнштейн И смог на минималках Нет конечно Но тем не менее Так что Поставлю наверное Посерединке То есть Ни сильно негативных Эмоций нет Ни сильно позитивных Эмоций нет Так что Давайте так Гвардиан Драгон Это походу Который Путь к Ох Сейчас бы вспомнить Пику драконов Охраняет Положу сюда Потому что Не очень люблю Боссов Когда Они намного Больше персонажей Это раз Во вторых Арена прикольная Нравится Во вторых Что не нравится Достаточно Если он Начинает спамить Атаками Взлетать Либо огонь Под себя Достаточно Мало моментов Чтобы бить И наносить ему Урон Вот это Мне не нравится Я такое не люблю К сожалению Поэтому будешь Здесь сидеть Гаргульи Короче Гаргульи Да в целом Наверное Даже сюда Поставлю Почему Потому что Они достаточно Простые По одному Но Достаточно Сложные Чтобы если Против двух Электров Сразу сражаешься У тебя Жопа разорвалась Клевая локация Нравится Вы можете сказать Это итерация Повторения боссов Из предыдущих частей Да фиг с ним Прикольно же Сделано Я когда играл В первый раз Мне очень нравилось Прикольный Клевый Здоровский Босс Локация Шикарная Башня Луны Просто Обожаю Просто Я бы там Жил Если бы Можно было Вот Но к сожалению Нельзя Так что Наверное Оставлю Вот так Оставлю Вот так И будем Двигаться Дальше Royal Red Authority Royal Red А это Короче Самый Главный Такой Крысный Парень Royal Red One Guard Защитник А это Огромный Запишу Его В ужасно Количные Боссы Почему Потому что Опять Арена Не нравится Как будто Я зашел В неоху Первую На очень Слабом Компьютере Все Какое-то Серое Все Какое-то Всратое Никаких Красок Нету Опять же Дополнительные Противники На Арене С боссом Это просто Невероятно Причем Нереально Сложные И Просто Ублюдски Всратые Хитбоксы На самом Боссе Фиг Попадешь Очень Большой Урон Достаточно Далеко По моему Бегать Хотя Не-не-не Там Костер Прямо Перед Боссом Вру В общем Когда Проходил Первый Раз Невероятно Сложный Босс Показался И Невероятно Неприятные Ощущения Вот от Него Остались Давайте Дальше Двигаться Дюк Хлана Вильстад Вильстад Это Мой Я не знаю Почему То он мне Нравится Именно В визуальном Плане Очень Крутой Для меня Конкретно Босс Невероятно Круто Выглядят Невероятно Шикарный Лор Имеет Очень Крутой Синематик Открывающий Его Прикольная Музыка На битве С ним Атаки Разнообразные Несколько Стадий Босса Да просто Просто Охерительнейший Персонаж Как в Плане Босса Как в Мире Игры Просто 10 из 10 Подожди Скелетон Лорд А кто Ж Тогда Скелетон Лордс Скелетон Лордс Очевидно Они Просто Два раза попались И я не знаю Бак это или не Бак Ладно Демон Песня Это Лягушка Лягушка Я запишу Босс Говна Для меня Ну не совсем Ну хотя Нет Я его Вообще Ненавидел Типа Очень Не нравится Почему-то Сама локация Оставляет Очень неприятные Ощущения Плюс Приходишь К боссу Ну и Че-то Ожидаешь Не пойми Чего Хрен Поймешь Какие Атаки Очень Высоко Прыгает Очень далеко Бьет Непонятные Нечитаемые Анимации Как по мне Показалось Поэтому И плюс Еще он Броню Постоян За лобку Свою Закрывается Спрятывается В нее Прячется И фиг урон Нанесешь Короче Сомнительное Сомнительное Удовольствие Запишу Его в Калечных Боссов Великий Босс Железный Ну Блин Я бы на самом деле Поставил его Сюда На самом деле Я и поставлю Его сюда Почему Спросите Вы Потому что Не очень нравится Палитра Можете сказать Братан А почему Смелтера Сюда поставил Ну не знаю Потому что Потому что Захотел Вот этот Король Железный Плюс Очень узкая Территория На арене Где можно с ним Биться Чтобы не упасть Очень мало Скажем так А так Когда ты можешь Ему наваливать Постоянно Уворачиваться Постоянно Бороться с камерой Плюс Достаточно Неприятный Путь До босса Как по мне Очень Всратый Босс Причем Это великий Зачем так делать На мой скромный Взгляд непонятно Так что Братишка Посидишь здесь Гниющий Загнивающий Если честно Конкретно Мне Он никогда Не нравился Я не знаю С чем это связано Не нравилась Локация Арена Офигенная У босса Прикольные Механики С отрубанием Рук Есть Я наверное Поставлю его Посерединке Потому что Я не могу Сильно негативных Сторон выявить И сильно позитивных Тоже Никогда мне не нравился Ну и в принципе Никогда Особых проблем С ним не было Так что Пусть будет здесь Скорпион Нашка Наверное Тоже Посерединке Поставлю Потому что Она Достаточно Простая Приятная Арена Очень прям Даже нравится Арена С боссом Достаточно Интересная Механика Есть Когда она Под землю Уходит Нужно На бетоне Стоять Плюс Что еще Можно Про нее Такого Интересного Рассказать Ну не сильно Сложная Красивая Так что Пусть будет Посерединке Защитник И Дефендер Трона Ну На мой Скромный Взгляд Они Достаточно Сложные Это далеко Не Арштейн И Смог Потому что Арштейн И Смог Были прям Ну явно Так разделены Этот Тяжеловес Этот Ловкач А вот эти Какие-то Просто Псы Сутулые Я бы Наверное Их тоже Поставил Посерединке Но когда Я играл У меня Очень много Проблем С ними Возникло Вот Так что Наверное Прикольно Пусть будут Тут стоять Не знаю Что еще Про них Голубой Очень крутой Нашандра Честно На мой Скромный Взгляд Самый Ублюдский Но Нашандра Финальный Босс Самый Ублюдский Финальный Босс Я бы Запихал Ее Прям Сюда Потому что Она мне Вообще Ничем Не нравилась Но Блин Давайте Запихну Мне не Нравится Арена Как у Нашандры Так у Смотрителя Трона Мне не Нравится Механика Кто-то Может Наоборот Сказать Это Прикольно То что Вот эти Мало Атак Какой-то Лазер Непонятный Ну то есть Вообще Не зашел Финальный Босс Вот знаете Как в Элден Ринге Вот этот Элден Бист Такой Говнище Вот и Нашандра Для меня Во втором Дарк Соулсе Тоже Была Лютым Калом Не знаю С чем Это Связано Как-то Визуально Не понравилось Вообще Она Мне Никак Не Понравилась К сожалению Так что Пусть Будет Здесь Потом Великий Дракон Если честно Я с ним Никогда Особо Не дрался Пару Раз Может быть Буквально Если даже Не раз Но помню Что он Ублюдский И давайте Я запишу Сюда Потому что Очень сложно Было С ним Драться Слышал На каких-то Патчах Он Ваншот Дыханием Но Про него Сказать Мало Чего Могу Потому что Плохо Дрался С ним Так Кто Остался Возлюбленная Герцога Фрея В целом Крутой Никогда Мне не нравился Путь До босса Вот честно Скажу Бежать Всегда Я ненавидел Потом Не нравилась Механика Что если Одну голову Отрубил Нужно Другую Бить голову Также Не нравилось Что огромное Количество Дополнительных Противников Зачем Столько Делать Терпеть Такое Не могу Считаю Это Ублюдством Дайте Мне раз На раз С ним Поговорить Как Мужик С мужиком Вот Так Что Наверное Запихну Не самый Всратый Но Такой Неприятный Босс На мой Скромный Взгляд Рыцарь Вот этот Зеркальный Наверное Сюда Охренительно Крутой Босс Как по мне Офигенная Локация Ну Офигенное Музыкальное Сопровождение На каких На каких То патчах Молния Очень громкая Была Потом Клевый Мувсет Прикольный Сам Дизайн Босса Сложный Достаточно В щит Бьешь Меч Отлетай Охренительный Босс 10 из 10 То блин Давайте Дашь сюда Очень понравился Это я не знаю Почему Наверное Ошибка Син З Ага Это Дэвл Длц 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 Давай Дарк Леркера Я не знаю Куда Его Запихать Наверное Запихну Сюда Потому Что Он Очень Сложный Огромный Минус Для меня Был Что Бежать К нему Очень Далеко Насколько Помню Нужно Всю Бездну Проходить Потом Крутой Босс Потому Что Ну Дизайн Арена Прикольная Нравится Конкретно Мне Опять же Вы можете Спросить Почему Да Вот Господи Ну Просто Так Так Мне Мироощущение Говорит И Всякие Интересные Во второй Фазе Раздвоения Есть Куча Различных Атак Проджектайлы Пуляет С разных Сторон Летят Прикольный Босс Понравился С дополнением Я Не то чтобы Прям Много Знаком Но Давайте Попробуем Ава Никогда Мне Не Нравился Потому Что Он Невидимый Плюс Достаточно Сложный Как Мне Казалось Не Так Часто С ним Дрался Давайте Посерединке Запихнем И Будем Таковы В принципе Прикольный Начальный Открывающий Дополнение Босс Но Достаточно Сложный С Очень Интересной Механикой Хорошо Хорошо Алдия А еще Алдия Остался Алдия Говно Говна Тупое Говно Тупого Говно Просто Я не знаю Говорят Пацаны Мы сделали Dark Souls 2 Ну что-то Многие говорят Нашандра Босс Говно Ну давайте Мы наверное Сделаем Дополнение Которое Будет Солорос И там Будет Босс Говна Говнее Говна Зачем Делать Такого Босса Просто Какая-то Масса Которая Какие-то Штуки Колдует Которую Хрен Задамажишь Я даже Не помню Что он Делает Потому Что Настолько Слился на Алди И заново Приходишь Ты дерешься на Алди Как по мне Просто Дерьмовейший Босс Без каких-либо Интересных Механик Просто Пфу Ну тебя Братан Давайте Нового Это сугубо Мое личное Мнение Старый Король Слоновые Кости Он Крутой Крутая Арена Невероятно Крутая Арена Крутой Путь К Более Простому Убийству Босса Когда нужно Спасти Дополнительных Работяг Что Еще Хотелось бы сказать Я запишу Его сюда Он Мне никогда Не нравился Потому что Я не приемлю Когда Какие-то Еще Работяги С тобой Дерутся На Боссе Ну Камон Это Прям Кощунство Если Времен From The Эш С Кооперативной Игре Это Как-то Еще Можно Понять Здесь Я Это Не Принимаю Простите Вот Как-то Так Наверное Сюда Оставлю Потом Син Тоже Сюда Запихну Босс Говна Огромный Хрен Камеру Поймаешь Яд Огромный Арена Клевая Очень Не нравится Что Огромный Босс Огромный Хитбокс Непонятно Когда Уворачиваться И Никогда Мне Огромные Боссы Не нравились Никогда Простите Вот Такое У меня Миро Ощущение Елена Если Честно Вообще Не Помню Файтов С ней Она Вроде Призывает Кого Может Свинок Может Скелетов Может Фельдстатто Посерединке Запихну Потому Что Да Почему Нет Давайте Пусть Будет Так Плохо Я Запомнил К сожалению Сиролон Охерительный Босс Прикольная Арена Восхитительная Восхитительный Дизайн Босса Очень Сложный Наверное Такими И должны Быть Боссами Такими И должны Быть Боссы Ну И Дымный Лицарь Честно Мне Не Сильно Нравится Арена С То Что Ты Должен Ставить Два Клина Чтобы Завалить Пепельных Невес Чтобы Они Не Лечили Босс Это Мне Не Нравится Мне Не Сильно Нравится Дизайн Фума Ну Дымного Рыцаря Мне Куда Больше Нравится Вильстад Босс Файт Я Тоже Почему Не Запомнил Что Он Сложным Мне Показался Но Знаю Что Он Сложный Особенно Во Второй Фазе Ну Он Очень Клевый Так Что Наверное Я Поставлю Его Сюда Ну Потому Что У него Других Проблем Нет В принципе Да Хотя Не Не Нравится Мне Он Так Что Я Объяснил Свою Позицию Давайте Посерединке Как бы Да Но Нет Я Такое Не Приемлю Вот Каким Таким Терролист И Получился На Мой Скромный Взгляд Опять Буду Рад Почитать Ваши Комментарии Клевый Персюр Вельстад Зеркальный Рыцарь Совсем Отстойные Вот Эти Буду Рад Почитать Ваши Комментарии Потому Что Действительно Это Интересно Когда Что Обсудить Ну И Плюс Туда Я Буду Выкладывать Лайв Контент Как То Так Всем Добра Огромное Спасибо Спонсорам Канала А Так же Всем Спасибо За Просмотр И Надеюсь Что Видео Вам Понравилось Если Это Так То Можете Поставить Лайк И Подписаться Это Очень Сильно Мотивирует Стараться Лучше И Больше Также Можно Нажать Колокольчик Чтобы Не Пропустить Новых Роликов С вами был